И клинический пример, мы с вами сейчас сразу его разберем. Это случай, в котором пациентке были установлены имплантаты при высоком клиническом притупении кости в условиях хронического парагонтита средней степени тяжести. С у нее была костная резорция на 1 треть, 1 вторую длины корней, ей удалили большую часть зубов, поставили имплантаты, и через полгода обнаживались все эти чудесные циркони вырабатывания. Но это ее еще как бы спасло, у нее очень хороший биотип. У нее толстая десна. Елена Александровна, они обнаживались только в вестибулярном? Да, у нее только в вестибулярном. Но у нее за счет биотипа толстого, у нее компенсация все равно есть, потому что вот такая рецессия только в области этого имплантата. Все остальные я оперировала. Мы просто уменьшали высоту клиническую коронок, чтобы не было вот этих огромных. У нее зубы в первом сегменте были 15-16 миллиметров высотой. То есть у нее вот какие-то там лошади просто налеплены были. Она такой человек искусства, постоянно общающийся, медийный. И она очень стеснялась улыбаться, потому что эти огромные лошадиные зубы ее очень спущали. Улыбка у нее широкая, десневая. Это, конечно, такой вот момент. И мы с ней делали пластику, да, мы опускали эту десну вниз и уменьшали высоту клинических коронок. А рецессия вот такая была только одна у нее. Обратите внимание, да, какой у нее благоприятный биотип. И как на фоне этого биотипа сразу отсутствие прикрепленной десны в области имплантата. Вот это свои зубы собственные. Корональное смещение. Мы же только что разбирали. Коронку мне пришлось временную. Мне не сделали. Так получилось. Я ее обрезала просто то, что было сама. Бором. Не снимая. Не снимая. Я ее потом не поставлю просто. Это тот дефект. Ну, то есть имплантат полностью погружен в кость. К нему вообще нет вопросов. Да, именно вот такая вот история. Она произошла за счет того, что это была высокая установка имплантата. Кость в уровень костей высоко. И естественно, что весна сразу за ним ушла, как только появилась нагрузка. Лоскут выкроен. Пожалуйста, обратите внимание. Сосочки дорепитализированы анатомически. Все, как мы вчера учили. Ничего нового, кроме вот этих блокплощадок. У нее трансплантат из бугра, потому что у нее отсутствуют зубы 7-8 с обеих сторон. И там можно было не стесняться. И вот дефектализировали. Вот приблизительный объем. Вы вчера спрашивали, кто у меня вчера спрашивал про дефектализацию. Тут вот прямо детально видно, что на скальтеле остается. Такой как транспарант растягивается. Толстый достаточно. Ну, с бугра, то он такой вообще. Таких там, да, плотный. Всегда. Вот он зафиксировал. И еще я прижала его вот эти швы. Это фиксация. А здесь я еще прижала его еще двумя швами к межзубным сосочкам. Потому что он немножко такой прощевидным как-то провисал. Мне показалось, что ему недостаточно этого прижатия будет сверху. Я его еще внутри перепрошила. Это уже фиксация сопоставления хирургического сосочка с анатомическим дефектализированным. Двойной сосочкой в раббиуме шоу. Сейчас первичная фиксация вертикальных двух разрезов. Все то же самое, что мы с вами вчера проходили. Вертикальная швыршита. Это две недели. Это очень старая работа, на самом деле, моя. Я ее, во-первых, показываю, потому что по сей день пациентка у меня наблюдается. И у нее все очень хорошо. И я могу показать ее работу спустя 8 лет. Что у нее абсолютно отсутствие рецидива. Все стабильно и прекрасно. Особенность. Работы мы как-то не делали в области имплата. У них очень долго флотирует десна. Вот на зубе через две недели. Помните, мы вчера с вами смотрели фотографии. Там уже абсолютно все встало. Там уже везде рубцы. Уже все. Ты снимаешь швы. У тебя идеальное прилегание лоскута. Вот в области имплата просто не пугайтесь. Так должно быть. Я и пациентам то же самое говорю. Вот у них встает где-то через полтора месяца. Это связано все-таки с тем, что это металлический стиль. Что это нарушение трофики. И ткани там по-другому работают. У меня и вот это именно. Вот то, что он немножечко в области коронки отходил. Меня очень напрягало. Я долго ее вела с этим. Каждую неделю к себе приглашала. Потому что мне было непонятно, что он так себя ведет. Ну как неприкрепленная. Да, да. Она флотирующая такая. Она так... Там все хорошо. Просто потому, что меня немножко напрягала вот эта история. Потом я как бы с момента, когда я пачками начала оперировать, я поняла, что это так у всех и бывает. И оно... Мне надо больше бояться этого. Мы сняли шву. А потом церковь не так и расставили. Именно это... Именно это ничего не делали. Я вообще ничего не делала, потому что я делать ничего не умею. Нет, нет. Нам тогда было даже много насущных проблем. Мы уже прооперировали, оставили и занимались всем остальным. А потом ее перепротезировали тотально целиком. Это уже было немножко спустя какое-то... Я покажу. У меня же есть, по-моему, здесь фотографии эти конечные, последние. Уже спустя много лет у нее тотал сделан. У нас все переделано было. Ну, там пришлось все разбирать. Все эти конструкторы у нее сложные там были. Как вы обрабатывали? Как вы обрабатывали? Обрабатывали на старую. А старую обрабатывала. Я его бором зачистила, потому что он был в донаминации. Да, конечно. Вот протокологическим бором я его зачистила. Ультразвуком, как всегда. Вот это полтора месяца. Вот они только-только... Вот видите, он начинает вот это место, сосочек, как бы вставать, утягиваться на место. Вот это четыре месяца. Здесь уже как бы плотность появилась. Да, вот этот конгломерат встал. И все, и уже ты спокойно вышишь. На самом деле, можно у Сони потом попросить. И в перерыве будет минутка, когда я вам ее покажу. Буквально осенью она приходила уже со всеми новыми работами. Со своими людьми делали фотографию. Но в любом случае, у меня очень хороший стабильный результат. Он стоит, я очень довольна. Сони. 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 Продолжение следует...